Плющенко. Моя цель – участие Трусовой и Косторной в Олимпийских играх. Мне бы хотелось привести их к медалям. Евгений Плющенко, тренер чемпионки Европы Алены Косторной и бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой, рассказал о своих целях. Моя цель – участие этих двух прекрасных девочек, Саши и Алены, в Олимпийских играх. Это главные соревнования в нашей жизни. Конечно, мне бы хотелось привести их к завоеванию медалей. Мы работаем над этим, и, конечно, они очень сильны. Иногда я торможу их во время занятий. Я останавливаю их, потому что им хочется прыгать по 200 прыжков на тренировке. Саша, она любит прыгать по 5 четверных. Что ж, конечно, мы будем стараться. Это ее цель, ее намерение и мое намерение, потому что она очень сильная спортсменка. Думаю, сильнейшая в мире, сказал Плющенко. Косторной для Олимпийских игр нужен четверной прыжок. Знаю, Алена готова его освоить, но чуть позже. Евгений Плющенко, тренер чемпионки Европы Алены Косторной, рассказал, чего не хватает его ученицы для борьбы за попадание на Олимпийские игры. Конечно, без тройного акселя ей будет тяжело бороться. Добавление одного возможно. Если она будет здорова, сможет выполнить тройной аксель, без сомнений. Для Олимпийских игр ей нужен четверной прыжок, она может сделать один. Когда она перешла ко мне в группу летом, она была травмирована. Мы ждали две недели из-за этой травмы, потом начали тренироваться со старыми травмами. В нашем спорте важно быть здоровым. Но я знаю, Алена готова освоить четверной прыжок. Но чуть позже, сказал Плющенко. Битвы за чемпионат мира 2021 не видать. Косторная пока не конкурент Туктамышевой. Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева, заняв третье место в короткой программе в финале Кубка России, имеет наибольшие шансы на то, чтобы по итогам турнира претендовать на поездку на чемпионат мира. Финал Кубка России стартовал в субботу в московском дворце Мегаспорт. По итогам короткой программы лидирует серебряный призер декабрьского чемпионата России Камила Валиева, которая набрала 88,71 балла, на второй позиции следует Дарья Усачева, 79,12, на третьей Туктамышева, 77,74. Метание Косторной. Главная интрига финала Кубка России, розыгрыш последней квоты на чемпионат мира, который состоится 22-28 марта в Стокгольме. Первую уже добыла Анна Щербакова, выигравшая чемпионат России, вторую, по свидетельству тренера Евгения Плющенко, Александра Трусова. Фаворитами в борьбе за третью являются чемпионка мира 2015 года Туктамышева и чемпионка Европы 2020 Алена Косторная. Валиева, Усачева и Майя Хромых, участвующие в финале, на чемпионат мира не претендует из-за возраста. Косторная в текущем сезоне засветилась на соревнованиях лишь дважды, выиграв серебро на этапе Кубка России в Казани и Московском Гран-при. Все эти турниры оставляли вопросы о неважной форме фигуристки, перешедшей в прошлом году от Этери Тутберидзе к Плющенко, отсутствию прыжков Ультра Си, в частности, тройного Акселя, которым Косторная блестяще владела в минувшем сезоне. Печали добавлял вирус, которым спортсменка заразилась в конце 2020 года, из-за которого она не стартовала ни на чемпионате страны, ни на Кубке Первого канала. Незадолго до финала стало известно, что Косторная сменила произвольную программу, которая теперь звучит под саундтреки итальянского композитора Луки де Альберта Май Вэй и Йеллоу Мун. В субботу утром на тренировке фигуристку удивила и новой короткой программой, откатав под времена года Антонио Вивальди вместо предыдущей, поставленной на композицию You Should See Me In A Crown Билли Айлиш. Тренировалась Алена не очень стабильно, Аксель в три с половиной оборота делать и не пыталась. К Билли Айлиш в короткой недавно пришла Туктамышева, которая поднадоела классика в виде Спартака, Арама Хачатуряна. Зато с тройным акселем у ученицы Алексея Мишина все в порядке. На тренировках она показывала весьма оточенный прыжок. В короткой программе в субботу был уверенный заход, но выезд не получился, хотя и не сбил программу, которую фигуристка докатала довольно непринужденно. От проката хорошее впечатление, я довольна выступлением. Немножко смазала выезд на тройном акселя, но та работа, которая была проделана после Кубка Первого канала, была показана на льду. Мне было в кайф кататься. Надо только работать над уверенностью прыжков, рассказала Туктамышева, которая недавно снялась в нижнем белье в мужском журнале. Сама фигуристка надеется, что фотосессия придаст ей психологического импульса в произвольной программе. На вопрос, удалась ли шалость в виде откровенной фотосъемки, она ответила так. Завтра на этот счет поговорим, удалась ли шалость. Но добавила. Если бы я была недовольна, я бы не снималась. Туктамышева обошла Косторную, которая выходила в субботу на лед последние, более чем на 7 баллов. Ученица Плющенко и Сергея Розанова откатала на привычном классе, но скудный по современным меркам технический набор, который для нее, увы, актуален, и запоротый каскад тройной флип, двойной тулуп, привели к тому, что Алена заплакала, не дожидаясь оценок. Сил на слова у нее не осталось, поэтому фигуристка спешно покинула арену в сопровождении Розанова, а следом проследовал Плющенко. Ответы на вопросы будут позднее, а достичь чемпионата мира в нынешнем сезоне Косторная способна разве что с помощью ошибок других, но не собственной силы, потому как ее 70,14 балла и шестое промежуточное место не дают ей поводов для больших надежд. Валиева хочет выиграть у самой себя. А лидерство предсказуемо захватило Валиева. До 90 баллов за короткую ее отделили чуть более балла. Чего не хватило? Иронично спросили журналисты. Каскад не такой хороший сделала, как в прошлый раз, поэтому и не покорилась, сказала Валиева об отметке в 90 баллов. Мне важно выиграть у самой себя. Короткую программу я чуть-чуть проиграла, а произвольную постараюсь прокатать так же, как на тренировке, и посмотреть, что будет, продолжила рассуждать фигуристка, которая турнирных задач не решает на этих соревнованиях, но от которой уже сейчас многие ждут Олимпийских чудес в Пекине 2022. В произвольной у нее возможны сюрпризы. Валиева уже приучила всех к исполнению двух четверных тулупов под Болеро, не так давно была опубликована видеозапись исполнения четверного Сальхова. Катать программу с четверным Сальховым я пробовала, получается почти, отметила она, но обещать в воскресенье ничего не стала. Усачева, поражающая в текущем сезоне стабильным исполнением хореографических и художественно сложных программ, пока не пришла к элементам Ультра-Си, с которыми она точно сможет войти в число кандидатов на поездку на Олимпийские игры. Но радовать публику усложнением она не спешит. В произвольной программе пока никаких изменений нет, заканчиваю данный сезон своим контентом. Учу разные элементы, включая четверной Сальхов. Тройной аксель. Все тренирую и пробую, чтобы понять, что лучше. Вроде Сальхов удобнее, пояснила она. Я рада, что откатала чисто, смогла собраться сама, собрать свои нервы. Постаралась показать все красиво, уверенно, добавила она перед произвольной программой.